500 миллиардов тенге выделили на строительство комфортных школ в Казахстане, однако ни одна из них еще не готова. Напомню, планировалось, что нацпроект поможет решить дефицит ученических мест. Тем временем столичный ученик по пути в школу едва не попал под колеса автомобиля. В нашу редакцию обратили жители комплекса Сат-Сити. Микрорайон, состоящий из десятка домов, не располагает ни одной школой, а те, что есть, переполнены и не справляются с нагрузкой. Когда же местные жители смогут увидеть первые результаты нацпроекта, узнавала Алина Бржанова. Огромные проспекты, стройки и несколько оживленных автодорог. Путь к знаниям у столичных школьников по-настоящему тернист и сложен. К примеру, в районе жилого комплекса Сат-Сити, состоящего из десятков домов, пешей доступности нет ни одной школы. По разным подсчетам, в этом квартале живут от 7 до 10 тысяч детей школьного возраста. При этом ближайшее учебное заведение находится в получасе ходьбы. Мы когда переезжали, мы надеялись на то, что ЖК большое, что школы обязательно будут. У нас у самих трое детей. Мы рассчитывали на то, что рядышком возле нашего ЖК будет школа. По рассказам соседей, я уже понимаю, что некоторые аж на правый берег возят детей. Проблема со школами характерна для всего Казахстана. За 10 лет дефицит ученических мест увеличился в 2,5 раза. И сейчас достиг отметки в 300 тысяч мест. Среди основных причин неравномерная миграция, рост рождаемости и устаревание объектов образования. И если ситуацию не исправить, еще через 10 лет миллиону школьников просто негде будет учиться. Наибольшее количество трехсменных школ у нас наблюдается в Алматинской области и в Амбеставской области. Дефицит у нас преобладает в крупных мегаполисах. Это город Астана, Алматы. Ситуация с нехваткой школ достигла такого масштаба, что в решение проблемы пришлось вмешаться президенту. В своем послании в сентябре 2022 года Касым Жумартукаев поручил запустить пилотный проект «Комфортная школа». Он подразумевает строительство, проектирование и оформление новых объектов образования под ключ. На реализацию проекта выделили три года и больше двух триллионов тенге. Новые школы будут иметь сразу несколько входных групп для разных возрастов учеников. Техоснащение увеличится в четыре раза, а площадь зданий на 15%. Также в них будет создана безбарьерная среда для инклюзивного образования. А так будут выглядеть кабинеты, в которых уже первого сентября начнутся уроки. Просторные, светлые и оборудованы по последним требованиям. Это и современные мультимедийные комплексы, и столы для лабораторных занятий, и парты, предназначенные для разных возрастов детей. Изначально запланировано было строительство более 400 подобных школ, но их количество сократилось до 369, и каждый объект стал дороже минимум на 3%. При этом, по подсчетам высшей аудиторской палаты, налицо затягивание сроков реализации нацпроекта и явные нарушения при строительстве зданий. Финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств. 37 ПСД по единому стандарту не были своевременно разработаны. На апрель из 207 заключенных договоров на проектирование и строительство под ключ положительное заключение получено только по 26 проектам. Фактически без ПСД возведены первые этажи и выполнено строительство фундамента на половине объектов, принятых к реализации. Не бывает, что там строитель пришел, просто выкопал и захотелось ему там что угодно построить. Так не бывает. Есть чертежи, есть геологическая разведка, исследование. По нему есть нагрузки и конструктора. Они дают чертежи поэтапно. Тем не менее, оператор проекта уверяет, больше 200 комфортных школ сдадут уже в этом году. Больше всего новых учебных заведений появится в Алматинской, Туркестанской и Мангастаусской областях, а также в мегаполисах страны. Это поможет хотя бы частично решить проблему трехсменных, аварийных и переполненных школ. Алина Боржанова, Айдос Медельбеков, Хабар.